Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале, а это наши застройщики семейства Ллойд, и уже 66 серия, всем добро пожаловать, и да, у нас суббота, почти 3 часа ночи, собственно говоря, практически все наши династиицы не спят, наконец-таки позвали мы Нори поесть, да, давай, милая, можешь в принципе идти спать, Джером у нас на самом-то деле пишет книгу, пишет книгу, которую он назвал, в общем-то, говорят, таким довольно-таки поэтичным названием, эту книгу я посвящаю своим детям, вот так она называется, да, Джеромчик, чем старше он становится, тем более он становится таким, знаете, чувственным, сентиментальным, в общем-то, начинает более как-то больше, еще больше заботиться, думать и переживать, за свою семью, да, тем временем, тем временем его старшая дочка сейчас спустилась в подвал, Джули у нас динамично, особо спать не хочет, решила, в общем-то, после такого вечерка в библиотеке, после разговора с отцом, почему бы ей вместо того, чтобы отправиться спать, почему бы ей немножечко не побегать, и на самом-то деле, о, Нори, приветик, на самом-то деле, Джеромчик у нас сегодня идет на работу, ты что, беговой дорожки боишься? мой ты хороший, не бойся, не бойся, она, беговая дорожка хорошая, она твоей хозяйке помогает, да, на самом-то деле, Джерома сегодня на работу, в 12 часов до 5, 5 часов рабочий день у него, я думаю, что пока, вот, Джерома будет его рабочий день, то вполне себе мы можем, в общем-то, почему бы и нет, наша Варга немножечко, в общем-то, после дней рождения, после праздников, после отдыха на Сулане, она немножечко поднабрала, да и, в принципе, нашей Джулией было бы хорошо, я была бы безумно рада, если бы мы закрыли культуриста, но это, конечно, не точно, сможем ли мы это сделать, но я подумала, что было бы классно, если бы мы вместе с Варгой, вместе с Джулией и вместе с Филбертом отправились сегодня днем в спортзал, тем более, что у Варги выходной, у детей сегодня тоже выходной, и, кстати, я совсем забыла, ребята, мое упущение, я совсем забыла, что наш Филберт до сих пор еще не записался в скаут, вот, мы записываемся в скауты, замечательно, и, да, у нас, кстати, сегодня, а нет, у нас еще сегодня не будет лета скаутов, давай ты ляжешь поспать, да, будем зарабатывать на шивочке, будем зарабатывать на шивочке, потому что как-то, действительно, совсем я что-то про это забыла, ребят, я решила, в общем-то говоря, недолго включиться, чтобы вам кое-что показать, пока у нас Джулия, в общем-то, занималась спортом, она уже, кстати, достигла четвертого уровня в фитнесе, да, ну-ка, фитнес-фитнес, да, вот, четвертый уровень, начала набирать пятый, я решила пощелкать ЖЦ, и я вспомнила, что у нас еще есть одна ЖЦ, за счет которой мы можем поднакопить баллов счастья, я переключилась на бароны, и посмотрите, мы практически закрыли и эту жизненную цель, то есть мы закрыли сказочное богатство, за счет которой нам почему-то вообще ничего не перепадает уже, как шестьдесят шестую серию, да, никаких десяти процентов нам вообще не перепадает, не понимаю почему, вернее, не десяти процентов, а просто процентный доход нам должен приходить, но он не приходит, я переключилась на бароны, и мы перешли, оказывается, на последнюю ступень сразу, и нам осталось, нам осталось, в общем-то, только одно, владеть домом стоимостью в 350 тысяч, у нас на данный момент 300 тысяч, оказывается, стоит весь наш участок, то есть еще 50 тысяч, и мы сможем одним махом закрывать нашим персонажем сразу две ЖЦ, это сказочное богатство и барона, это, конечно, вообще обалденно, поэтому я думаю, что я прямо сейчас даже при вас сделаю вот так вот, опа, слушайте, мне это нравится, конечно, мне это просто очень нравится, так, а ты у нас музыкальный талант, да, музыкальный талант, и малой у нас проснулся, малой у нас выспался, малому, а я не могу пока, да, ну, потом станешь подростком, значит, махом у меня тоже закроешь сказочное богатство и практически закроешь барона, так, я думаю, что малой у меня, в принципе, может отправиться помыться и поесть, в общем-то, потом, давай, сначала помыться, потом поешь, возьмешь остатки пищи, да, и посмотрите, кстати, ребят, у нас опять дождь, у нас опять дождь в Нюкрести, небольшой дождь, ну, хотя бы тепло, он там спасибо, нам доставил, наш дорогой почтальон нам доставил почту, да, наверное, опять нам зельюшки пришли, в общем-то, я думаю, потом Джеромчик получит свою почту, так, ну что, ребята, на самом-то деле, у нас все проснулись, все, кроме Джулии, Джулия у нас, кстати, с зависшей колбочкой, почему там, да ладно, Джулия у нас, в общем-то, достигла на данный момент пятого уровня в навыке фитнеса, кстати, мне кажется, это круто, да, наш основатель проснулся, сейчас принимает душик и уже вот буквально совсем скоро отправляется на работу, давай палить все, вот так вот, давай палить все, у нас пока у него есть время занимается шахматами, вообще-то поднимает свой навык интеллекта, о, у нас Собакин грустит, господи боже мой, давай мы с тобой тогда прекратим этим заниматься, обнимем Собакина, поглазим его, да, вот, еще его обнимем, да, еще его обнимем, так, Джером, ты на работу отправился, давай, мой хороший, давай, отправляйся на работу, ты у меня все сделал, ты у меня во вдохновленном настроении, и ты у меня не опаздываешь, поэтому, пожалуйста, я тебя умоляю, постарайся хотя бы, вот, вот, просто хотя бы постарайся сегодня получить повышение, вот, просто, пожалуйста, просто, пожалуйста, умоляю тебя. Так, Варга, чем ты занимаешься? Ты у меня здесь ухор поливаешь растения, Джулия у меня пока отсыпается, значит, да, будем продолжать общаться с Собакой, а мы пока, значит, с Варгой позанимаемся как раз нашим Филбертом, значит, мы сейчас ему почитаем книжку, вот, ребята, нам нужно почитать со взрослым два часа, значит, этим мы прямо сейчас вместе с вами и займемся, да, почему нельзя есть плохие пирожки, вот, отлично, я думаю, Малому будет полезно, давай мы с тобой почитаем Филберту, да, давай, вперед, ну что, ну что, сынок, я не знаю, стоит ли тебе, конечно, рассказывать про замки, я знаю, что нужно рассказать тебе, почему не стоит есть плохие пирожки, на которых, например, паутина выросла, или которые остались с дня рождения, которое прошло уже три года назад, в общем-то, да, такие пирожки есть, конечно, конечно, не стоит, потому что даже лисица, даже лисица знает, что такие пирожки даже воровать не стоит, иначе от них может быть совсем нехорошо со здоровьем, с желудком, да и вообще заплатка, заплатка, привет, так, кто это у нас, поздравляю с получением отличной работы, новой технологии, ого, издатель просит, чтобы Джером опубликовал новую книгу в новом электронном формате, по 100 символов каждый час в течение 22 дней, он станет первым автором, кто так сделает, стоит ли поддаться новым технологиям, или продолжить уничтожать старые добрые деревья, давайте попробуем, блин, я боюсь, что у нас будет этот, по-моему, у нас уже была такая карточка, и она закончилась не очень хорошо, давайте попробуем публиковать в электронном виде, не знаю, ладно, ой, страшно мне, ну ладно, давайте посмотрим, фух, рост, новый метод публикации, очень неудобен, непонятно, занимает кучу времени, но так как он совершенно новый, всем формат безумно нравится, Джером, герой издательского бизнеса, ура, ура, наконец-то, ей, классно, так, что ты хочешь от сестрички поболтать, хочешь с Жулией, обожает он свою сестру, короче, так, ну что, скажи, ты понял, в общем-то, мораль сей басни, да, я, конечно, все понял, плохие пирожки есть нельзя, нифига себе, посмотрите, посмотрите, какой эпик, боже мой, как я обожаю это чучело, это просто невозможно, он у нас за барной стойкой тут стоит, ааа, из чего ты ждешь, чего ты ждешь, скажи, я жду заказов, миссис Ллойд, может быть, вам чего-нибудь выпить намешать, заплатка, ты просто, я вообще, я обожаю тебя, все, ребята, все, бледные, бледные мы стали, так, у нас наследство скаутов, мы опоздали на час наследство скаутов, господи, какой кошмар, все, ребята, у нас Джулия стала бледной, господи, я не могу привыкнуть, у них, посмотрите, какие лица, мне одно кажется, что у них, когда они загар либо получают, либо сбрасывают, у них меняются лица, ну, я просто не знаю, я смотрю на это, мне кажется, что не была она такой, наша Джулия, ну, вот так еще, ладно, вот так еще я могу это понять, вот это наша Джулия, да, окей, но та мордочка, которая была до этого, это, конечно, что-то с чем-то, слушай, Джулия, я так привыкла к тебе, загорелый, прям капец, все, вернулась, и уже расстройство, слушай, уработалась, небось, прям капец, но я с тебя не могу, конечно, небось, отчитали, что опоздала, а, принцесса, вот, наконец-то, все, супер, замечательно, теперь нам нужно закончить домашнюю работу, будучи внимательным, два раза, и пятый уровень в интеллекте, ну, это все легко, элементарно, так, у меня опять грустно, давай не грустить, все, мы с вами отправляемся в спортзал, прямо сейчас, так, ну что, ребята, мы с вами прибыли в спортзал, я выбрала вот этот вот спортзал, уже мой любимый, любимейший, излюбленный спортзал из Сан-Мишуна, потому что здесь, в принципе, мне очень нравится, здесь очень удобно наблюдать за персонажами, и здесь есть также баскетбольная площадка, я думаю, что я хочу, чтобы у нас Джулия сейчас вместе с Малым, как раз, чтобы они побросали мяч, так, давай, знаешь что, давай, с Малым, чисто компанию соберем, ребята, наконец-то мы получили, господи, все, о май гад, ребята, ребята, наш Джером получил повышение, наконец-таки он закрыл свою карьеру, он теперь создатель миров, все, он автор 10 уровня, создатель миров, все, ребята, получен доступ к вратам восприятия, ого, а что-то, я, если честно, не помню, что это за врата восприятия, и у нас, обалдеть, два рабочих дня в неделю, но это все, это все, ребята, я думаю, что мы вообще до конца жизни Джерома, мы вообще не будем работать, мы будем брать отпуск, тут даже, знаете, чисто во вторник взять отпуск, и все, остальные дни у нас так выходные, потому что я хочу, я хочу поиграть за этого персонажа подольше, потому что ему вот уже почти полстарости своей он прожил, я хочу, чтобы он был с нами, чтобы он был рядом с нами, поэтому, да, давай отправить сюда Джером, так, Джеромчик, ну что, ты здесь? Джером, отправить сюда, ну-ка, Джером, ты где? Почему ты не приходишь? Алло, алло, не понимаю, отправить сюда, так, в чем, в чем проблема? Ребята, в чем проблема, что не так с этой игрой? Почему у нас Джером не приходит? Наверное, не хочет, все. Кстати, у нас тут, точно, точно, у нас тут Дуэйн Тала, я только хотела сказать, что у нас жители Сулани очень любят этот спортзал, причем во всех сохранениях, очень любят его оккупировать, ну и алхимики здесь, слушай, Лилит, а ты здесь коней не двинешь, ты у меня старенькая, сейчас как перетренируешься, я боюсь, хоть бы у нас тут Лилит не умерла. Здравствуйте, Варгат! Ой, ёлки-палки, надеюсь, что мы сможем быстро подружиться. Кендра, у меня прям слов нету, я в шоке, если честно. Ребята, посмотрите, кто это решил сделать первый шаг к примирению, кто это тут у нас с нами хочет подружиться. Обалдеть просто можно, ну что ж, окей, без проблем, давай, давай дружить, я только за. Так, вот, отлично, давай, ну да, покапывает немножечко, ничего страшного, давайте вместе с вами делать броски, все нормальненько, ребятки, все нормальненько. Так, и я думаю, что потом нам нужно, можно с Дуэйном пообщаться, в принципе. Так, и что там у тебя, покажи мне, что тебе упражняться один час на выносливость в возбужденном состоянии, иметь два тренажера. Два тренажера у нас есть, у нас вообще-то есть. Так, и ты кушать хочешь, ты хочешь кушать, прекращать делать броски, и наймем с тобой простого бармена. По-моему, бармен должен им давать покушать. Все, давай нанимать. У малого все хорошо, у него тут бодрящий ветерок, ему вообще все замечательно, у него все нормальненько. И мне вот интересно, кстати, он у нас в нашивочке таким макаром зарабатывает или нет? Ладно, значит, делай броски, если тебе нормальненько. А ты? А ты давай, иди сюда пока что, иди сюда, вот. Сашка год у нас за простого бармена, я так понимаю, да? Это, кстати, отец внебрачного ребенка Кендры Солнца. Так, замечательно, Джулия, давай поднимайся наверх, сейчас у нас Сашка займет свое место, и ты закажешь у него покушать. Я надеюсь, что он оселит это все сделать. О, с тобой Непопа хочет поболтать. Слушай, наверное, узнал. Говорит, привет, малой, где-то я тебя видел, подожди, поздоровайся. Поздоровайся с Непопом, пожалуйста, а потом можешь убегать. Давай, скажи, здрасте, здрасте. Да, я тоже вас помню. Слушайте, такая буря, действительно. Давайте убежим. О, все, видишь, аж зонтик наворачивает. Вот, давай попроси совета в наборе текста. Я не знаю, сможет ли Непопа тебе его дать. Так, и давай, давай, что ты сделаешь? Давай узнаешь получше. Вот, вот так вот, давай. Сварга, как ты себя чувствуешь? Ну что, схуднула? Слушайте, мне кажется, она действительно схуднула. Тут, когда ты молодец. О, Кендра, Кендра, здравствуйте. Здравствуйте, как ваши дела? Расскажите мне, как вы поживаете? Все ли у вас хорошо? Дуэн у нас, наверное, говорит, о, Джулия, привет. Я не ожидала тебя здесь увидеть. Да, привет, привет, дружище. Очень рада из тебя. Очень рада тоже тебя здесь видеть. Слушай, я так соскучилась по солнцу. У вас в Сланде всегда так солнечно. У нас, как видишь, лепут дожди. Так, тебе уже, я смотрю, полегче стало, да? Вроде как и все хорошо, но все равно будем отправляться домой. Джеромчик там один все-таки скучает. Это не дело. Так, ну что, расскажи мне, как вообще твои дела? Как поживаешь? Дома все нормально? Да, скажи, Джулия. Все в порядке, спасибо, что интересуешься. Ой, ну замечательно. Я тут недавно, кстати, слышала новую песню на островном радио, которая у вас в баре постоянно играла. Очень-очень здорово, очень круто. Нравится мне ваша музыка от ваших артистов. Ну да, действительно, музыка у нас довольно-таки неплохая. Много кому нравится. Смотрите, как Варга смотрит. Такая, ну-ка, ну-ка. А что это? Что это тут за разговорчики? О чем мы тут разговаривали? Варга, перестань, ради бога. Я тебя умоляю, ты слишком сильно паришься. А, это не попа тебе замечания, что ли, стил? Не попа что-то не понравилось, наверное. Что ты уже ляпнул, а? Что ты уже ляпнул? Не попа обидел, небось, а? Бездыдник. Так. Все, ребята, отправляемся домой. Так, ну что, ребята, мы вернулись домой. На самом-то деле. И да, у нас засчиталось, засчиталось то, что у нас есть два тренажера, у нас есть даже больше. И у нас осталось тут, получается, один час на выносливость в возбужденном состоянии поупражняться. Ну, значит, мы это будем делать дома. Хотя я думала, я была практически уверена, что мы это будем делать в спортзале. Ну да ладно. В принципе, ладненько. Так, а ты можешь, кстати, ты можешь отправиться на прогулку? Нет, на прогулку не можешь отправиться. Ну, можешь хотя бы... Вот, давай с Нори еще пообщаемся. Поресчесываем его, да? Обнимем. Так, Жеромчик, ты тут как? Почему ты не хотел идти в спортзал? Ты у меня молодец, ты у меня просто умничек. Достиг десятого уровня в своей карьере. Господи, просто вот, наконец-то. Теперь все. Теперь Жеромчик у нас будет дома. Вообще постоянно. Да? И это хорошо. Мне кажется, что это хорошо. Давай жену встретишь, да? Скажи, что ты скучал. Давай. Я хочу, я хочу... Где это? Во, в щечку. Хочу, чтобы ты в щечку поцеловал. Давай, быстро перекуси морковкой. Как настоящий заяц. Как настоящая короля. Ай, как бы по-дурацки это не звучало. А мы тут, скажи, вот наконец-то, вы пришли. Дорогая, я очень скучал. Я очень скучал. Ну, как все прошло? Ты знаешь, довольно-таки неплохо. Правда, там потом такая боря началась. Ну, ты, в общем, понимаешь. Погодка оказалась такая же, как у нас в Нью-Крести. Ну, слушай, милая, не расстраивайся. Давай, во, проявим нежность как раз. Отлично. Поднимем настроение. Так, и кто это тут? Да ладно. Какие люди? Какие люди? Давайте сходим в караоке бар и споем что-нибудь до этого. Я долго практиковался у зеркала, да? Наверное, поэтому ты нас игнорил все эти дни и в школе с нами не общался, потому что ты практиковался петь у зеркала. Ребята, слушайте, ну я не могу отказаться. Я не могу отказаться. Давайте отправимся с Арчи. Спросим вообще, какого фига происходило все это время. Да, давайте действительно отправимся. Ну что, ребята, мы прибыли на место. У нас тут опять-таки гроза. У нас тут сильный ливень, у нас тут буря на самом-то деле. Но я так понимаю, что тут у нас что? У нас фестиваль романтики? Опять? У нас тут фестиваль романтики? Слушайте, у меня прямо сейчас дежавю капец. Потому что нас с Маршалом пригласили как-то на этот... Ёлки-палки. А кто это такой интересный? Слушайте. Нос. Обалдеть. Это нос джеромовский, что ли? Очень похоже на джеромовский нос. Ритвик-парик. Обалдеть. Впервые вижу такого носатенького персонажа у меня с генерированной игрой. В общем-то, нашего Маршала тоже пригласили в караоке-бар. И тут был фестиваль романтики. И вот сейчас нас Арчи приглашает. И тут фестиваль романтики. Арчи, ты что, ты намекаешь на что-то? Нет, ну слушайте, ну Арчи... Конечно, очень красивый сим. Я просто, если честно, в шоке. Нет, я, конечно, я была уверена в том, что он вырастет у нас красивым парнем. Но он прям вообще капец. Очень классный. Так, у нас тут дядюшка Галифакс. Дядюшка Галифакс пришел. Привет. Арчи, ты мне не захочешь ничего объяснить? Я вот, если честно, готова рожу твою намылить тебе, начистить. Потому что... Расскажи мне, что происходит? Ты почему меня игнорил все это время? А? Расскажи мне, что я тебе такого сделала? Джулия, погоди, постой. Нет, ну что значит постой? Как ты себя вел? Упс, как-то неловко вышло. Похоже, я перегнула палку. Вот и расскажи мне, пожалуйста, на милость. Что это вообще такое было? Дай мне, пожалуйста, все объяснить. Господи, еще и зонтик выворачивайся. Это просто какой-то ужас. Скажи, ты мне расскажи, пожалуйста. Я вообще этого не поняла. Ты меня ни с днем рождения не поздравил, ничего. В школе пыталась, в общем-то, как-то вывести тебя на разговор. Ты вообще был абсолютно без эмоций, никак на меня не реагировал. И скажи мне, вот это разве нормально? Ты как-то можешь вообще все это объяснить? Я же за тебя переживаю. Ты все-таки мой лучший друг детства. Что вообще происходит? Что случилось? Слушай, знаешь, я на самом-то деле, на самом-то деле, я просто не знаю, как тебе даже в этом признаться, Джулия. Ну, что значит, не знаешь? Вот как хочешь, так и признавайся. Просто понимаешь, мне позвонила, мне позвонила Мишель и сказала, что ты там уехала отдыхать на острова. Ну, да, я была на островах, отмечала день рождения. И что? Ну, и она мне сказала, что, в общем-то говоря, что ты там с каким-то островным парнем познакомилась. Ты имеешь в виду... Погоди, ты имеешь в виду Дуэйна, что ли? Ну, я не знаю, как его зовут. Она мне... Забуд, она мне не говорила. Слушай, Арчи, я не понимаю, к чему ты клонишь, если честно. Ну, да ладно тебе, Джулия. Ты все прекрасно понимаешь. Ты все прекрасно понимаешь. Давай не будем. Просто, ну да, я приревновал, если честно. Я приревновал, потому что, знаешь, еще эти острова не так далеко. В общем-то, я очень хотела попасть к тебе на день рождения. Родители сказали, что нет, не получится. И еще тут мне Мишель говорит, что ты там с каким-то парнем забавляешься. Погоди, ты что? Ты что, приревновал меня к Дуэйну, что ли? Только не говори мне, что ты меня приревновал. Ну, может быть, и приревновал. Джулия такая... Что происходит, Арчи? Что происходит? Ты что? Ты серьезно? Ты меня ревновал? В общем-то, ну, знаешь, а что я должен был делать? А что я должен был делать, Джулия? Скажи мне. Я же все-таки тоже за тебя переживаю. Ты выросла. Мишель сказала, что вообще красотка просто невообразимая. И тут я узнаю, и тут я узнаю, что вообще ты вдруг резко нашла себе какого-то там пацана. Откуда я знаю, что у него на уме, понимаешь? Я же тоже. В общем-то, ты же моя лучшая подруга. Джулия такая... Ой, да брось ты, перестань. Что ты в самом деле, Арчи? С ума что ли сошел? Рассмешите пить чай с Акурой. Слушай, ну-ка давай, давай перестань-ка быстро. Ну, давай, ладно, давай, извини, извинимся. Давай шутить про свои отношения. Во, давай пошутим про... Ой, это романтика, не, не надо. Тогда не надо. Я думала пошутить про отношения. Как раз было очень хорошее действие. Давай. Или пошутить про отношения. Ну, слушайте, просто классное такое действие. Шутить про отношения. Блински. Ну, ладно, давайте. Джулия у нас... Джулия у нас еще так. Аккетка, я вам скажу. А еще так. Аккетка, это просто вообще. Давайте. Ну, слушай, ладно, извини, что я на тебя наехала, конечно. Я не хотела. Честно, ну извини меня, Арчи. Я же даже не могла себе предположить, что ты меня ревнуешь. Ну, а я вот такой вот, да. Ну, ты же меня по-дружески ревнуешь? Ну, конечно, по-дружески. Ага. Ага, хоть бы не запалила. Ага, да, точно по-дружески. Точно по-дружески. Ой, мулински, не могу. Просто не могу. Так, да, перестань ты. Ну, посмотри на меня. Ну, просто, знаешь, захотелось... Ну, просто я решила... Все-таки мы же с тобой подростки. Играй гормон. Все такое. Я просто сделала тому парню пару комплиментов. Он действительно очень веселый, классный парень. Ну, слушай, Арчи. Если бы у меня появился парень, будь уверен, ты бы узнал об этом первым. Ты же мой лучший дружище, понимаешь? Я бы в любом случае тебе это сказала. Или у тебя какие-то планы на меня. Если у тебя какие-то планы, то ты хотя бы меня предупредишь, чтобы я знала на всякий случай, да? Вот, мы говорим все на чистоту, и я буду с тобой делиться. Ну, я буду делиться, я понял. Ладно, ладно. Хорошо. Я, наверное, все-таки вел себя как лама немножечко. Действительно, немножечко перегнул палку. Ну, да, есть такое. Так, что это такое? Хвастаться нарядом. Погоди. Ты его рассмешить хотела? Давай с тобой рассмешим. Давай. Шутку для своих, вот. Скажу. Ну, ладно. Я, наверное, тоже перегнул. Все-таки. О, господи, что ж такое? И у меня тоже зонтик повернуло. Ой, слушай, давай я тебе лучше такую расскажу. У нас такое вообще. Ты убивись на мой задар, когда я с Сулани приехала. Это вот такая умора была. Потому что у меня был купальник с дырочкой треугольной. В общем, до сих пор ходила с треугольником на животе. Слушай, правда, что ли? Ну, это просто забавно. Это забавно. Так, ну что, скажи. Слушай, раз тут такой фестиваль. Давай, что ли, пошли хлебнем чаю с Сакурой, да? А, я поняла теперь, почему у нас Джулия так спокойно себя ведет. Она же у нас охотница за бурями. Все, ребята, я поняла. Я же ей купила черту характер дополнительную. И ей теперь вообще абсолютно по боку эта гроза. Слушайте, классно. Мне нравится. Ей бы еще какую-нибудь, знаете, типа непромокаемую взять. Давайте возьмем водостойкую, а? Вот так вот. Классно же. Теперь ей не будет страшен дождь. Мне кажется, это очень круто. Все, вот так вот. Теперь наша Джулия. Теперь водостойка, охотница за бурями. И еще и где-то? Жаропрочная. Вот, аж три черты характера у нее, связанных с погодой. Классно. Вот, я теперь довольна. Я теперь довольна. И сейчас будем усиленно копить на беззаботность. Но я думаю, это не проблема, потому что культурист довольно-таки быстро закрывается. Поэтому да. Все, наша Джулия. Наша Джулия вообще должна быть по боку. Все, кокетливая. Все, кокетливая. Это Атас, ребята. Если Джулия кокетливая, мне страшно. Мне страшно, что может натворить эта девчонка. Скажи, ну что, как тебе чайок? Посмотри, как хорошо. Вообще, как замечательно. Дождь, гроза. Какая прелесть. Да, Джулия у нас, наверное, так и думает. Так, неприятно мокнуть. Давай-ка прекращай. Ты у меня должна быть водостойкая. Вот, давай разбрасывать лопастки. Почему бы я попробую поднять настроение этому ворчунуть в бучу. Потому что, смотрите, думает, еще и там села с какими-то мужиками вообще. Что за женщина? Ай, господи, Арчи, ну ты что? Скажи. Ух. Ну-ка, смотри-ка лепесточек. Ну как, нравится, не нравится? Слушайте, наверное, не стоит все-таки этого делать. Что это такое? Хвалить внешний вид. Поцеловать. Господи, успокойся, женщина, успокойся. Все, Джулия сорвала башню. Джулия сорвала башню. Может быть, ты хочешь что-то? Ну, смотрите. Она же вообще ничего не хочет от этого, от Арчи. На нее просто влияет вся атмосфера. Да, не зашло Арчи разбрасывание лепестками. Но это потому, что он у нас очень напряженный, понятное дело. В общем-то, ребята, Арчи приревновал нашу Джулию к Дуэйну. Мишелька ему рассказала. А Мишелька знает, что Джулия нравится Арчи на самом-то деле. Я думаю, вы тоже это подозревали. Давайте мы зайдем все-таки сюда внутрь. Давайте споем дуэтом, как он нам и предлагал. Кантри. Так, здрасте. Я вот этого, хоть убейте, не понимаю. Что за бред? Что вообще за бред? Это почему с незнакомыми какими-то симами мы можем петь дуэтом. А с нашим лучшим другом мы не можем. Петь дуэтом, кантри. Ясно. Ну, хорошо. Давай тогда идти сюда вместе. Вот. Скажи, ладненько. Я смотрю, что тебе некомфортно. Просто мне как-то нравится дождик. И грозы со сведерами полюбила. Если тебе не нравится, пошли, наверное, внутрь. Да, Арчи, если что, присоединяйся. О, боже мой. Арчи. Господи, господи, хоть бы он не откинулся. О май гад. О май гад. Ребята. Ребята, господи. Теперь я понимаю, почему. Почему он у нас был так напряжен. И почему ему вообще не нравилось тут быть на улице. Капец. Господи, Арчи, ты в порядке. Хоть бы в него второй раз не ударила. Господи мой. Так, давай скорее. Скорее, Джулия. Господи, давай. Я не знаю, что сделать. Сесть вместе. Давай сесть вместе. Джулия у нас сейчас просто обалдеет. Офигеет. Арчи, иди скорее сюда. Так, я здесь ни в кого больше не вдарила. Господи, какой кошмар. Какой кошмар, ребята. Вот ты своей злостью накликал на себя беду, я тебе хочу сказать. Так, не надо тебе чипсы отставить. Ты у нас только спортивцом позанималась. Скажи, Джулия. Джулия, приветик. Так, давай спросим, все ли у него в порядке. Арчи, это что такое? Джулия, я только что чуть не помер. Арчи, ты что? С тобой все в порядке? Арчи, блинский, ты прости, пожалуйста. Я, если честно, я не хотела, чтобы так все произошло. Эти грозы, боже мой, это все-таки такой кошмар. Ты меня прости, пожалуйста. Ты скажи, ты хоть в порядке? Да, все нормально, все нормально. Ты знаешь, в принципе, ничего страшного. Ничего страшного. О, господи. Ладно, ребят, я уже не буду зачеркивать. Пусть как идет, как идет. Мне интересно просто, от чьего лица это все поступает. Очень шалевший у нас Арчи. Господи, какой кошмар. Какой ужас. Слушай, ну ты успокойся. Я тебе хочу сказать, в кого вдарила. В кого вдарила молния. В кого вдарила молния. Господи, мне страшно, ребят. Мне страшно. Покажите. Вроде ни в кого. Фух. Вроде ни в кого. Это она просто так шарашит, да? Да. Это дружеский комплимент был. Джулия у нас вообще говорит. Арчи, ну слушай, я хотела тебе сказать. Я очень ценю тебя как друга. Ты очень классный. И ты, пожалуйста, не занимайся больше такой ерундой. Ты меня не ревнуешь больше. Вот, давай поприкалываемся с другом навек с тобой. Ну, слушай, спасибо. Ты понимаешь, просто... Я как подрос, у меня куча мусора всякого в голове стала. Во, пятый уровень навыки интеллекта. Мой ты хороший. Молодец. Филберт, ты просто... Ты просто умничек. Просто молодец. Скажи, да ну перестань вообще, слушай. Посмотри на свою одежду. Это же просто умора. Ну да, действительно, умора. Джулия, Джулия, ты такая смежная. Ты такая забавная, Джулия, вообще. Да. Да. Скажи, спасибо тебе большое за заботу. Ты просто потрясающий друг. Скажи, да, и не за что. Другая, другая. Не за что, все нормально, все в порядке, не переживай. Да, если что, приходи, всегда вместе музычку послушаем, там островное радио, еще что-то такое. Ты же любишь островное радио. Я специально... Если что, я если что так разговариваю, потому что Арчи у нас очень ошалевший. Да, купить и надеть футболку с символикой фестиваля романтики. Купить и надеть. Вот, давай, пойдем. Пойдем с тобой. Так, все, давай, пошли. Арчи, допивай чайок. Скажи, вот это, вот это огненный вечерочек, конечно, да. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Джулия пригласила на встречу. Да, встреча была просто обалденная. Просто огненная, я бы даже сказала. Ну да, пойти ко мне, что ли, приличный диванчик, а то что-то как-то я себя не очень хорошо чувствую. Ну что, красотка, купила? Купила? Да? Скажи. Ну что? А я, конечно, да. А я, оказывается, мальчикам нравлюсь, да? Благодарим за покупку. Да, не за что. Все, я думаю, на этом достаточно. Да, давайте разбудим Арчи. Скажи, слушай, дружище, давай, наверное, я уже пойду домой. Два часа ночи все-таки. Это, конечно, капец. Да? Слушай, подруга, мне кажется, в таком состоянии и салфач не грех запилить вообще. О, господи. Я, конечно, не могу с тебя просто. Давай. Так, Джулия хочет разбрасывать лепестки и искать сведения о вампирах на компьютере. Как вы можете заметить, то есть она помнит, она помнит то, что папа переживает. В общем-то, да, и она помнит, что он поручал ей найти как можно больше информации и достоверной информации. Так, а можно, пожалуйста, можно разбросить лепестки? Ладно, давай тогда мы Арчи обнимем просто. Вот, давай обнимем. Все, значит, не будем уже разбрасывать лепестки. Слушай, Джулия, там такая фоточка вышла. Обязательно поставь мне лайкосик сегодня. Ну, слушай, я обязательно, конечно, обязательно, дорогущий, не переживай. Все, иди домой, отмывайся. Я очень была тебе рада повидать. Очень рада, что мы с тобой наконец-таки разобрались. Все, давай уже поедем домой. Все, ребята, мы едем домой, действительно. Так, ну что, ребята, наша красавица приехала домой со своих огненных приключений. Да, чем занимаются наши персонажи? Чем занимаются наши персонажи? Джеромчик у нас в скучном состоянии просматривает веб-страницы. Это где вообще? Ты вообще здесь? Давай-ка ты у меня уже пойдешь тоже спать, мой хороший, да? Кстати, давай я хочу, чтобы ты посмотрел прогресс получения нашивок. Давай. Так, у нас... Что у нас имеется? Общительность завершено. Добрые дела, один из шести. И гражданская ответственность, один из восьми. Понятно. Значит, мы можем получить нашивочку одну. Замечательно. Давайте мы прямо сейчас тогда это и сделаем. Дорогой, поднимайся наверх, получи нашивку общительность, вот, и иди потом уже спать. Да, я думаю, ребята, что я буду на этом закругляться, заканчивать серию. Да, Нори у нас уснул в ванной. Вообще, красота, конечно. Да, вот такая вот выдалась серия. Я, если честно, вообще не думала, что она таким образом закончится. Ну, да, да, все-таки это непредсказуемость. Это всегда есть элемент неожиданности, элемент роддома в Симс, за что я его и обожаю. Ну, а сейчас я уже буду с вами прощаться все-таки. Всем огромное спасибо за внимание. Я надеюсь, что вам эта серия понравилась. Всем до новых встреч, до новых серий и пока-пока.